Здравствуйте, друзья, с вами Ула, и как вы могли догадаться из названия этого видео, сегодня у нас речь пойдет о дрифте, а точнее о 10 играх, которых я расставил в порядке своего видения, то есть, опять же, поясню для тех, кто не понимает. Это субъективное мнение, лично мое. Если какая-нибудь игра, которая вам нравится, в топ не попала, или, к примеру, в топе стоит не на той позиции, на которую вы поставили бы ее вы, то можете вставить в комментариях свой топ, и мы вместе посмотрим, какая из игр вам больше нравится. Ну, а пока что начнем с моих предпочтений, и на 10 место у нас отправляется Need for Speed Shift 2. На самом деле, Shift 2 это, наверное, последняя игра из линейки NFS, которая действительно была хорошей. После нее пошел какой-то непонятный перерасчет ценностей, и начали выпускать игры с физикой, вообще как бы не связанной с реальностью. Ну, это я, конечно, образно, но это не важно. В Shift'е физика реализована превосходно. Машины действительно чувствуются как машины, у них есть вес, если она врезается куда-нибудь, то там сразу видно, что что-то серьезное повредилось. И управлять ими было бы приятно, если бы не одно маленькое но. Разработчики немножко накосячили с управлением, и оно очень чувствительное, и управлять тачками весьма сложно. Какой бы контроллер вы не использовали, геймпад, руль или клавиатуру, управлять машинами весьма проблематично. И, скажем так, если эстетическое удовольствие от дрифта вы получаете, то вот в плане управления игра немножко проседает, поэтому только 10 место. На 9 место у нас попадает The Crew 2. Одна из самых популярных игр на моем канале, потому что я в свое время очень многое снимал ее, но в последнее время я ее забросил по одной простой причине, что разработчики просто отказываются развивать игру. Но сейчас не об этом, а именно о дрифте, и вот дрифт как раз-таки в этой игре реализован лучше всего. Среди всей той физики, среди всех проблем, которые присутствуют в игре, дрифт это вот самое сильное звено этой игры. Благодаря тонкой настройке можно практически все имеющиеся тачки заставить дрифтить. И при этом это будет выглядеть очень красиво. Единственное, что действительно удручает в этой игре, это система набора очков, потому что она реализована немножко неправильно. Ибо в игре вы получаете очки не в зависимости от того, насколько у вас большой угол, или насколько большая у вас скорость, а то, как долго вы находитесь в дрифте. И вот этот вот маленький факт немножко мешает создавать действительно красивые заезды, несмотря на то, что физика приятная, управление приятное. Вот этот вот маленький факт отправляет эту игру всего лишь на девятое место. Ну и на восьмую позицию у нас попадает легенда Need for Speed Underground 2. Это та игра, с которой в 2004 году никто практически не расставался. Даже я огромное количество времени потратил в этой игре, и в дрифте в том числе. Это, наверное, одна из первых игр, в которой появилась детальная настройка автомобиля, когда вы каждую тачку могли подогнать под себя. И действительно, в игре практически любая тачка могла ехать так, как вы захотите. Настройте криво, ехать не будет. Настройте хорошо, будет рвать всех направо и налево. Но все же в этот опыт эта игра попала только потому, что на то время она была просто великолепна. Физика в игре, конечно, хорошая, но она чересчур аркадная. Но зато машинами приятно управлять. Машин огромное количество, а также огромное количество разнообразных трасс. Это не только трассы по парковкам, но также тога, которые в то время особо, ну, в играх было не встретить. Так что чисто как дань уважения легенде, восьмое место. Ну а на седьмой позиции у нас поднимается Russian Drift серия. RDS это игра, которая вышла в 2019 году. Это уже более симуляторный Drift, но все равно от аркада у него что-то осталось. И иногда у тебя возникает диссонанс, иногда машина управляет очень легко, иногда очень сложно. И ты не можешь найти вот эту вот золотую середину для того, чтобы ехать нормально. То управление слишком плавное, то управление слишком резкое, при этом ты ничего не менял особо. Но все-таки, несмотря на то, что в игре огромное количество доната, там действительно, поиграть в игру вы можете, разумеется. Но огромное количество контента платное. Плюс ко всему этому, в игре реализована интересная система починки. То есть любую вашу машину нужно обслуживать. У нее убивается двигатель, у нее стирается покрышки, и на все это нужны деньги. А чтобы получить эти деньги, нужно задротить. Это вызывает весьма смешанные чувства. Ты вроде как бы получаешь удовольствие от Drift, Но и в то же время ты понимаешь, что тебе нужно это делать ради чего-то, а не просто получать удовольствие. Так что за своеобразную аркадно-симуляторную физику и небольшое количество проблем, седьмое место. Чуть выше на шестое место поднялась CarX. Очень, кстати, похожая игра на RDS. Она тоже полностью основана на Drift. В ней по ощущениям практически такое же самое управление. Такое ощущение, что вот скопировали тупо две игры и вставили рядом. Да, ощущения, конечно, есть разные, но все-таки физика похожая, и это не сказать, что бы плохо. У обоих игр физика хорошая. Но CarX вырвалась по одной маленькой причине. В ней очень классная, и я бы даже сказал реальная, потому что она действительно взята просто с реальности. А именно, я говорю о системе начисления очков. Где вам поступали на системе, начисляют очки, а точнее снимают. Плохо поставились, сняли очки. Не попали в клипинг-зону, сняли очки. Развернулись, вообще без очков остались. Я без преувеличения скажу, что если бы я составлял топ из лучших механик зачисления очков, то это определенно было бы первое место, 100%, потому что такой механики нет, наверное, ни в одной игре в топе. Ни в одной. Но смотрим мы не только на механике, но также и на физику, поэтому только шестое место. А вот на пятую позицию у нас попадает Need for Speed Pro Street. Уже, кстати, третья игра из линейки NFS. И вот, на мой взгляд, Pro Street это игра, в которой физика удалась лучше всего среди всех линеек NFS. Опять же, повторюсь, это лично мое мнение, но все-таки физика в Pro Street действительно классная. И, кроме этого, не только дрифты, сами гонки в игре очень крутые, а способствуют этому именно очень качественно проработанные фестивали. Ибо Pro Street это не просто гонка, а самое что ни на есть шоу. И выглядит она действительно очень эффектно, когда вы дрифтите или просто едете в гонки. Вам скандируют трибуны. И отовсюду играет музыка, не музыка, которая играет у вас из машины, а именно музыка динамичная, которая играет в колонках на карте. Вы подъезжаете, музыка становится громче. Вы отъезжаете от колонки, музыка становится тише. И все это создает очень положительное впечатление о игре. Я на самом деле даже не знаю, к чему придраться в Pro Street. Возможно только в небольших огрехах в управлении, но они настолько незначительные, что даже и говорить о них нет смысла. И, как вы могли понять, судя по тому, как я вот сейчас описывал Pro Street, да, в пятерке находятся уже действительно очень хорошие игры, к которым придраться практически невозможно, и минусы найти действительно очень сложно. На самом деле топ-5 я составлял очень долго и не знал, что куда поставить. Но на четвертую позицию у нас попадает GRID. А именно GRID 2008 года. Если кто не в курсе, то GRID у нас является аркадой. Целиком и полностью. Если кто-нибудь когда-нибудь вам из друзей, к примеру, говорил, что вот GRID это симулятор такой, там симуляторное управление, повреждения. Нет, ни в коем случае. GRID это целиком и полностью аркада. Но это аркада просто с прекраснейшей физикой. На данный момент, до сих пор 2020 год, лучше аркадную физику не реализовали еще нигде, кроме GRID. И дополнительный большой плюс GRID придает то, что в нем очень сильно раскрыта тема тога. А именно гонки по горам, то есть по серпантинам. Наверное, ни одна игра из топа не передаст таких офигенных эмоций, как вот в то время передавал GRID. И я сам периодически запускаю эту игру для того, чтобы покататься по горам. Потому что действительно приятная аркадная физика и красивые трассы, действительно красивые, придают просто невероятный шарм этой игре. Но это всего лишь четвертое место. А вот с третьей позиции все было очень непросто. На самом деле, я сюда хотел поставить Forza Horizon 4, потому что все вы прекрасно знаете, у Forza очень хорошая физика. Но есть одна небольшая проблема. У Forza, как таковой, отсутствует дрифт в принципе. Если во всех играх, которые я перечислил до этого, в принципе дрифт присутствует в качестве дисциплины, по-своему, допустим, реализованный, либо игра полностью вообще завязана на дрифте, как в той же самой CarX или RTS, то вот в Forza у нас имеются маленькие участки дороги, на которых мы тупо ставим рекорды. Как таковых гонок в Forza нету. Все-таки, если бы я ставил Forza в этот топ, то она бы стояла, наверное, на третьем месте. Но на третье место у нас попадает Dirt 3. Так как это у нас топ именно про дрифт, то вот на третье место грех было не поставить Dirt, потому что Джим Кана есть только здесь. Ну, разумеется, еще можно было отметить Dirt 4, но, по крайней мере, разница между играми небольшая, и мне почему-то вот больше нравится Dirt 3 именно. И, как я и сказал, Dirt у нас славится Джим Каной, а это очень скилловая и красивая дисциплина. Вообще, про Dirt, наверное, я бы даже и не вспомнил, если бы пока не записывал материал, случайно не наткнулся на Dirt Rally 2.0. И я вспомнил, что есть такая классная серия игр, как Dirt Просто. Разумеется, третье место уходит любителям Джим Каны, поклонникам Кена Блока и других шоуменов, ибо такого вы больше ни в одной игре не увидите. Ну что ж, вот практически уже конец, и на второе место у нас вырывается Grit Autosport. Это уже вторая игра из серии игр Grit. В топ-4, если помните, находился у нас просто Grit 2008 года. Но вот как раз-таки все плюсы этого Грида 2008 года вобрала в себя Grit Autosport и улучшила их. Здесь отличный тандем заезды, прекрасные карты, отличная физика, опять же, как я и сказал. Только здесь ее уже разбавили немного симуляторным управлением, потому что если Grit у нас был просто аркадой, то Grit Autosport имеет уже закос на симулятор. Вообще, из серии Grit был еще Grit 2 и Grit 2019 года, который как бы ремастер, типа считается, или ремейк. Но эти игры не дотягивают по тем или иным причинам, потому что во втором немножко отвратительно реализованная физика, они немножко ее как-то упростили и получилось как-то убого. А Grit 2019 так вообще убрал дисциплину дрифт, и не только ее, еще некоторые. Может быть, у Grit 2019 года и был бы шанс попасть, но они, к сожалению, избавились от дрифта. Поэтому Grit Autosport, наверное, остается одной из самых лучших игр, в которых прекрасно реализован дрифт. И, на мой взгляд, ее обошла только одна игра, которая стоит на первом месте. В принципе, наверное, с самого начала видео вы уже прекрасно поняли, что будет стоять на первом месте. Конечно же, здесь будет ассета Корса. Игра, в которой понятие дрифта просто вот возведено в абсолют. Здесь есть огромное количество трасс, огромное количество машин, которые различаются по характеристикам. Есть маломощные, на которых проще дрифтить. Есть мощные тачки, на которых дрифтить очень сложно. Более того, каждую тачку можно настроить по-своему, что она вообще перестанет ехать. А можно настроить так, что будет ехать просто превосходно. Да, конечно же, стоит дать должное еще мододелам, которые за столько лет игры, а на, между прочим, 2014 года, мододелы наделали огромное количество разнообразных модификаций, огромное количество трасс, машин. И трассы до сих пор пополняются, потому что реальные дрифтовые состязания происходят до сих пор. И, соответственно, эти новые трассы, новые конфиги адаптируют и добавляют в модификации кассеты Корси. Единственный минус можно отметить только в том, что это именно модификации, и их нужно качать и устанавливать отдельно. Но так как мы говорим о самом дрифте, то здесь конкурентов у ассета Корси просто нет. Пока еще не создали такую игру, которая бы составила ей конкуренцию. Ну и пока вы еще не отключились, хочется отметить парочку игр, которые не вошли в топ, но для этого есть причины. Одна из них это Drive Club. По простой причине у меня нет плойки, и поэтому составить мнение о этой игре я не могу. И только понаслышке я могу сказать, что там действительно хорошая физика. Даже несмотря на то, что ее сервера уже закрыты, ее до сих пор считают одной из лучших гонок на консоли. Ну а вторая игра это Driver San Francisco. Так как я Forza даже не включил в топ, потому что там дрифт отсутствует как дисциплина в принципе, то включить в топ драйвера было очень глупо. Но, однако, эта игра очень классная в плане физики, несмотря на то, что это по факту боевик. К гонкам эта игра не имеет отношения ровным счетом никакого, но физика там реализована просто отменно. Я бы даже сказал, что она находится приблизительно на уровне Грида 2008 года. Только эта игра реализована в открытом мире, с классным сюжетом, ну и как я сказал, отличной физикой. Машины там действительно тяжелые, ты чувствуешь их, но при этом ты легко можешь пустить машину в занос, контролировать ее и получать невероятное удовольствие от геймплея. Но дрифта как такового в ней нет. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот топ. Пишите свои версии топа в комментариях. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok